Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 1 по 12. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Даниила. Глава 23, стихи с 1 по 12. Глава 23, стихи с 1 по 12. Глава 23, стихи с 1 по 12. Един бы есть Отец вас, иже на небесе, не же нарицайтесь, а наставницы, един бы есть наставник ваш Христос. Более же в вас да будет вам слуга, иже Бог вознесется, смирится, и смиряйся, вознесется. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежь своих. Также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель-Учитель». А вы не называйтесь учителями, «Ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Желая предостеречь своих учеников и народ от фарисейского духа, Христос произносит грозную обличительную речь, в которой указывает на главнейшие заблуждения книжников и фарисеев относительно учения и жизни. Говоря о том, что на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, Господь подразумевает, что они заняли место Моисея и присвоили себе исключительное право истолковывать смысл закона Божия. Но, конечно, не стоит думать, что Господь подвергает сомнению все нормы и правила, которым учили книжники и фарисеи. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте», — говорит он. Но чтобы народ не подумал, что, слушая их, нужно и подражать им, Спаситель добавляет, «По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Блаженный Феофилакт пишет, «Фарисеи возлагали бремена тяжелые в том, что принуждали людей к соблюдению мелочных и трудноисполнимых предписаний закона, и еще тяжесть законных постановлений увеличивали какими-то своими преданиями, каких не было в законе. Сами же они и не приближались к этим тяжким бременам». Христос замечает, что книжники и фарисеи расширяют хранилища свои, то есть напоказ другим увеличивают те кожаные ящички, в которых вкладывались листки с изречениями из закона. Эти листки во время молитвы прикреплялись ремешками один к колбу, а другой к левой руке. «Обычай носить эти хранилища произошел из буквального понимания слов книги «Исход» «И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкую Господь вывел нас из Египта». Так же происходило и с одеждой, которая по своим краям, то есть воскрылиям, должна была иметь небольшие кисточки синей нитью, чтобы люди, взирая на них, вспоминали все заповеди Господни. Фарисеи под тщеславию и эти кисти делали больше обычных, подчеркивая тем самым свою религиозность. Давая дальнейшую характеристику книжникам и фарисеям, Господь добавляет, что они также любят предвозлежание на пиршествах и председания в синагогах. Главные или почетные места на перу располагались в середине стола. Эти-то места и занимали фарисеи, равно как в синагогах они требовали себе мест ближайших к кафедре. Претендуя на уважение, большее, чем то, которое следовало оказывать родителям, фарисеи и книжники незаслуженно требовали к себе обращения «учитель» или «отец». Спаситель же осуждает это требование. Архиепископ Аверки Таушев замечает, это запрещение называться учителями, отцами и наставниками нельзя понимать буквально, как делают это сектанты, ибо из апостольских посланий видно, что эти наименования употреблялись самими апостолами. Правильнее понимать, что эта заповедь относилась лишь к самим апостолам лично, предостерегая их от превозношения друг перед другом и внушая им, что они все равны между собой. Не следует воздавать человеку почесть, подобающую единому Богу, и чрезмерно чтить учителей и наставников, как если бы они говорили свое слово, а не слово Божие. «Небесные сокровища выше и ценнее сокровищ земных, а смиренное и добродетельное служение ближним является настоящим служением Богу, а потому Христос наставляет. Больший из вас добудет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, напоминают нам о том, как важно не просто исполнять предписания, но наполнять свою жизнь любовью и очищать от всякого тщеславия и превозношения, дабы иметь благоговейное сердце по отношению к Богу и каждому человеку. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok